Продолжаем выпуск. Тверской областной лечебно-реабилитационный центр после закрытия инфекционного госпиталя и пункта амбулаторной помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией в полной мере вернулся к оказанию профильной помощи. Восстановить здоровье после инсульта или травмы помогают специалисты и тренажеры. Правительство Тверской области приняло на очередном заседании решение обновить оборудование в лечебно-реабилитационном центре в рамках проекта здравоохранения Тверской области, рассчитанного до 2025 года. Как планируют обновлять свой арсенал реабилитационного оборудования и как функционирует лечебное учреждение, узнал наш корреспондент. Тверской областной лечебно-реабилитационный центр оказывает помощь пациентам с последствиями тяжелых заболеваний, физических травм и травм центральной нервной системы. Одна из частых категорий больных – те, кто перенес инсульт, как и этот пациент, который занимается на специальном тренажере, чтобы восстановить движение в правой руке и ноге. Восстановление функции организма человека – сложный процесс, рассказывает руководитель учреждения. Во-первых, это работа целой команды врачей – специалисты по ЛФК, психолога, логопеда и других. Все занятия включены в региональную трехэтапную программу реабилитации, разработанную в этом году. Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа. Первый этап – это профильные учреждения, там, где пациент лечится исходным. На второй этап поступают пациенты – круглосуточный стационар, именно в наше специализированное отделение. Также на базе нашего учреждения функционирует третий этап оказания реабилитации – это дневной стационар, отделение амбулаторной реабилитации. Во-вторых, в курс реабилитации входит занятие пациентов на специальных тренажерах. Качество оказания помощи зависит в том числе от того оборудования, которое используется, насколько оно подходит для такой категории больных, насколько оно современно. Здесь работает круглосуточный стационар на 150 коек. 110 из них – взрослых и 40 – детских. Еще 47 коек – это дневной стационар. На сегодняшний день все койки заняты, рассказывает врач. Ведь после пандемии коронавируса количество пациентов увеличилось. Все, кто ждал курса реабилитации, активно занимаются. С мая 2020 года и по январь 2022 на базе лечебно-реабилитационного центра действовал инфекционный госпиталь. В этих палатах еще полгода назад проходили лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Всего было развернуто около 200 коек. На заседании регионального правительства было принято решение о приобретении для лечебно-реабилитационного центра оборудования в рамках государственной программы здравоохранения Тверской области на 2019-2025 годы. Будет закуплено 62 единицы оборудования. На этот проект выделено в этом только году 68 миллионов рублей. 58 миллионов – это средства федерального бюджета и 10 миллионов рублей – это средства областного бюджета. Мы планируем закупить новые оборудования для реабилитационных отделений как для лечения взрослых пациентов, так и детей. Закупка осуществляется в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», сформированного по поручению президента. Всего финансирование на 2022 год увеличено на 138 миллионов рублей. Мы понимаем, что, конечно, сегодня, после этого ковидного периода, нам необходимо наверстать и вопросы реабилитации, и вопросы обследования наших граждан, вопросы прохождения диспансеризации, первичного медицинского учета. Поэтому работа очень большая. Напомню, что 9 июня был закрыт Центр амбулаторной помощи больным с COVID-19, который работал больше года на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра. И теперь медучреждение получило возможность работать в полную силу по своему профилю.